Привет, друзья! С вами профессор Гуглов. iOS выходит в свет этим летом. Так как это 10-я версия мобильной операционной системы, она может стать прорывной. В этом обзоре я расскажу, чего стоит ожидать в грядущем обновлении мобильной системы от Apple. Apple уже тестирует 10-ю версию iOS. Дата релиза назначена на июнь этого года на очередной международной конференции разработчиков. Официальный анонс iOS 10 будет проведен в формате данной конференции, а представит систему Крейг Федеричи. Интересно, какие устройства будут поддерживать 10-ю версию? Потому что 9-й iOS был первой за последнее время системой, которая не обрезала поддерживаемые устройства. Под 9-й версией до сих пор работают iPhone 4s и iPad 2. К сожалению, в этот раз такого не повторится, учитывая простой факт, что iOS 10, вероятно, требуется куда больше, чем 512 мегабайт ОЗУ. Ходит довольно много слухов о грядущих новых функциях iOS 10. Наиболее вероятно, что Apple заострит внимание на 3D Touch, сделав его более функциональным. Хотя 3D Touch уже есть на iPhone 6s и 6s Plus, технология остается несколько нереализованной. Все больше и больше приложений поддерживают использование 3D Touch, но это недостаточно для полноценной интеграции технологии. В iOS 10 Apple сосредоточит 3D Touch вокруг центра управления. Например, подключая Wi-Fi или нажимая на кнопку экрана, 3D Touch вызовет соответствующее меню. Apple проделали хорошую работу за последние годы, сделав возможным пролистывать открытые приложения без необходимости открывать их. Наверняка центр управления будет строиться по похожему принципу. Также ходят не очень правдоподобные слухи, что Apple собирается избавиться от кнопки домой, и заменить ее 3D Touch кнопкой на экране. Такой слух не очень популярен, но это может случиться. В таком случае это будет серьезное изменение привычного формата пользования устройством. Говоря о кнопке домой, Apple определенно собирается переосмыслить ее использование, максимально ориентировав на Touch ID. Конечно, Touch ID работает очень хорошо, он очень быстр, особенно на последних моделях iPhone. Но, может быть, Apple слишком торопится с ним? Некоторые пользователи жаловались, что они используют кнопку домой только для того, чтобы просмотреть исчезающие уведомления. В iOS 9 стало легче просматривать уведомления в выпадающем меню путем сортировки их в хронологическом порядке, а не по группам. Также хотелось бы увидеть новые способы разблокировки. Например, LG и HTC используют комбинацию нажатий. Это делает экран телефона большой кнопкой. Это могло бы решить проблему исчезающих уведомлений Apple, и я бы хотел увидеть эту функцию на iOS 10 и в iPhone 7, который выйдет осенью. Следующее, что стоит ожидать, это улучшение версии Siri. Apple обновляет Siri каждый год, но в этот раз она может стать настоящим персональным помощником благодаря обработке голосовой почты. Самый большой слух об iOS 10 сейчас – это то, что Siri сможет сказать звонящему, почему вы не можете взять трубку. И даже представить голосовые сообщения в текстовом виде, так что вы сможете прочесть их позже в удобное время. Эта функция на самом деле часть большей технологии iCloud Voice Mail, судя по недавнему докладу Business Insider. Вообще, это улучшение стандартного цифрового аудиорекордера. Apple пока не собирается запускать собственную мобильную сеть, но эта функция, как часть iOS 10, определенно приблизит компанию к этому. И последний большой слух на сегодня – это поддержка многопользовательского режима. Apple сделал хороший шаг, обдавив iOS 9 для линейки iPod. Были добавлены очень полезные функции, разделенный экран, многозадачность и улучшена поддержка Bluetooth-клавиатур. Но что до сих пор не сделано – это многопользовательский режим. Эта функция уже есть некоторое время на Android-устройствах, и ее не хватает на продуктах Apple. Кажется, самое время внедрить ее. Учитывая, что запущена линейка Pro, и это больше, нежели только персональное устройство, различные фирмы и арт-студии были бы заинтересованы в многопользовательском режиме. Возможность работать на одном устройстве под разными профилями очень удобна. И хотя в прошлом Apple был против концепции многопользовательского режима, это могло бы расширить функциональность iPod Pro и Air для работы как в личных целях, так и в деловых. Пожалуй, самые большие нововведения iOS 10 мы обсудили. Вероятно, Apple добавит несколько менее заметных изменений, например, улучшенную настройку громкости, исправленные баги и расширенную версию Apple новостей. Мне очень интересно, что еще добавят в iOS 10 в конечном счете. Напишите в комментариях, что вы ждете в грядущем iOS 10. Спасибо за просмотр, с вами был профессор Гуглов. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Увидимся!